В истории не было недостатков болезней, которые распространялись с убийственной эффективностью и уничтожали население земного шара. Всего-то пять поколений назад, 1918 по 1919, разразилась самая страшная пандемия за всю историю человечества, которая выкосила половину Европы. Кто думает, что пять поколений это много, скажу, что у нас во дворе жила семья из четырех поколений, так что каких-то сто лет по историческим меркам это чху. Привет всем, вы на канале Хочу Факты. Давайте посмотрим, какие же эпидемии унесли наибольшее количество жертв. Первая крупная эпидемия бубонной чумы в истории своим именем обязана Юстиниану Великому, во время правления которого она и началась. Болезнь пришла из Египта, через Палестину и Сирию, а оттуда добралась до Константинополя. Переносилась же зараженными крысами, которые путешествовали в трюмах купеческих судов. Наиболее уязвимыми были города, лежащие на торговых путях. Во время первой волны, продолжавшейся до 544 года, сильнее всего пострадал Константинополь. На пике болезни в день там умирало до 10 тысяч человек. Всего же город потерял до 300 тысяч жителей. А после первой волны пришла вторая, третья. Всего к 750 году их было 18. В местах, которые посетила чума, погибало от 20 до 30 процентов населения. Общее число жертв оценивается от 15 до 25 миллионов. Возможно, это были 7 худших лет в истории Старого Континента. Между 1346 и 1353 годами исчезло до 50-60 процентов населения Европы, Северной Африки и Западной Азии. Более осторожные исследователи называют цифру в 30 процентов. Но и это означало полное преображение пострадавших от чумы регионов. Хуже того, черная смерть представляла собой лишь первую волну в только что начавшейся второй пандемии чумы. Последующие появлялись в разных районах мира регулярно вплоть до первой половины XIX века. Средневековые обыватели, напуганные гибельностью и размахом заразы, были уверены, что это кара Божья, либо дело рук злобных отравителей, рассыпающих заразный порошок или использующих чумной яд в виде мази. Упаси Господь, если кто-либо привлекал к себе внимание толпы, например, деталью одежды, поведением, пьяный или иностранец. А уж если при обыске у него в кармане находили что-то похожее на мазь или порошок, «Да, скажу я вам, не хотел бы я оказаться на его месте». Дикое невежество способствовало распространению болезней. Кто-то пустил слух, что избавиться от чумы очень просто, надо передать ее другому. Больные ломанулись в места наибольшего скопления людей. В церкви, на рынке, и там старались законтачить как можно большее количество людей. Трогали за лицо, задевали, чихали, дышали в лицо, делали все, что можно, чтобы быстрее передать эту болезнь. К слову, в наше время, 15 апреля 2020 года, в Москве на станциях метро, буквально у каждого пассажира полицейские, согласно указу, перед входом стали требовать особые пропуска, разрешающие перемещение по городу, а заодно и паспорт. Толпы скопились гигантские, ждать очереди приходилось до 40 минут. Вам ничего это не напоминает? А ведь ни одна сотни лет прошла. Лечение в средние века, как таковое, напрочь отсутствовало. Хирургия была презираема. Церковь к этому относилась очень серьезно, а медицина числилась наукой второсортной. Лечили прикладыванием к больным местам сухих шкурок, ящериц, жаб. Венеция первая приняла разумные меры к подавлению эпидемии. Умерших хоронили на острове, прозванным Лазаретто. Здесь же в течение 40 дней проходили карантин люди, прибывшие из других мест, а также торговцы и их товары. Были закрыты публичные дома, запрещены азартные игры. Позже опыт Венеции взяли на вооружение и другие европейские страны. Кстати, не так давно я посмотрел сериал «Чума». Крайне рекомендую. Ссылочку вы найдете под описанием. Для коренных жителей Нового Света появление конкистадоров означало смертельную угрозу. И не только из-за их стремления к завоеванию территорий, а из-за привозимых со старого континента микробов. Больше всего жертв среди европейских болезней, которые уничтожали население Америки, собрала ОСПА, достигшая Карибских берегов в 1518 году, сопровождая приезжих из Испании. В Мексику она проникла еще в феврале 1519 и оказала немалое влияние на ослабление и быстрое падение империи ацтеков. В общей сложности эпидемия унесла до 5-8 миллионов жизней. Конечно, на этом беды Центральной Америки не закончились. В 40-е годы 16 века тамошнее население поразило еще одна волна болезней, которую называли коколициной. Исследователи до сих пор спорят, был ли это ТИФ, легочная чума или же дизентерия. Одно можно сказать наверняка. Она буквально уничтожила население континента. Жизни потеряли до 15 миллионов человек. Эта эпидемия затронула каждый континент на земном шаре. Кроме Антарктики, в результате погибло до 12 миллионов человек. В основном в Китае, где болезнь проявилась больше всего. Также она затронула и Индию. Пандемия, начавшаяся в 1855 году, стала третьим и последним крупным ударом бубонной чумы. После чумы времен Юстиниана и средневековой черной смерти. Она завоевывала новые земли медленно, но неумолимо. Почти за 100 лет, ее конец приходится только на начало 60-х годов прошлого века, Добралась до Африки, Океании и первый раз в истории до Америки. Чтобы остановить шествие болезни, впервые были приприняты усилия международного масштаба. Также обсуждались попытки контроля популяции крыс, которые были признаны основными носителями смертоносной бактерии. Самая страшная эпидемия гриппа в истории, хотя, конечно, и не первая. Всего за 30 лет до этого, в 1889-м, в 90-х годах, от этой же болезни умерла до миллиона человек. Пандемия испанки, как ошибочно называют заболевание, возникшее по вине смертельного вируса, предположительно, в Китае, началась в последний год Первой мировой войны. И до весны 1919 года принесла смерть десяткам миллионов людей. По самым низким оценкам, число ее жертв составляет около 30 миллионов. Самые высокие из них достигают 100 миллионов. Откуда такой страшный урожай? На это повлияло много факторов. В то время еще не знали, что вызывает болезнь. О вирусах не было ничего известно. Кроме того, вирус 1918 года был чрезвычайно жестоким, стойким и злокачественным, поражая всех, в том числе и молодых людей. А испанкой болезнь назвали, потому что впервые миру об угрозе 20 века, сообщили испанские газеты. Понравился материал? Ставь лайк, напиши комментарий и не забудь подписаться. До встречи! Субтитры сделал DimaTorzok